Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Ветхозаветной книге Иова. Книга Иова – это книга страданий. Эта книга помогает нам понять, почему благоденствуют грешники и почему страдают праведники. Почему Бог попускает военные конфликты, войны, голод, землетрясения по местам, эпидемия и моры. В 17 главе 1 Иов жалуется на грубое осуждение в свой адрес со стороны друзей и, считая себя умирающим человеком, взывает к Богу и просит безотлагательно заступиться и оправдать Его, ибо они причинили Ему зло, а Он сам не знает, как оправдаться перед ними. О своем умирании Он говорит в 1 стихе, о том, что Он не может оправдаться перед ними, перед своими друзьями. 2 по 7 стих, так понимают христианские экзегеты. 2 Иов также надеется, что хотя его страдающее положение и вызовет изумление у благочестивых людей, а почему такой благочестивый человек, как Иов, страдает, но оно не будет для них камнем преткновения. Об этом 8-9 стих. 2 Иов сомневается в тщетных надеждах, которыми они подчуют его, заверяя в том, что он еще увидит счастливые дни и показывает, что дни его подходят к концу, и скоро его тело вместе с надеждами будет похоронено в прахе. Об этом с 10 по 16 стих. Друзья стали для него чужими людьми, а это сильно огорчало его. Смерть и могила приблизились к нему, и это уже начинает даже несколько утешать его. Хоть какая-то новая развязка приближается. Итак, первый раздел, смысловой, это первый стих, где Иов жалуется на грубое осуждение, свой адрес, со стороны друзей, и считает себя уже умирающим человеком, который мог бы рассчитывать на соболезнования и сострадания. Читаем первый стих. Дыхание мое ослабело, то есть я устал уже спорить с вами, дни мои угасают, гробы предо мною. В блаженной памяти Ирей Даниил Сысоев пишет, «Друзья Иова сделали страдания Иова невыносимыми. То, что сделали его «утешители», в кавычках, оказалось гораздо хуже, чем внешние нападения сатаны, хуже, чем гибель детей, хуже, чем предложение жены». Помните, жена предлагала Иову «похоли Бога и умри», хуже, чем потеря всего имущества. Тяжелейшее нападение лукавого было именно через друзей. «Именно их упрёки оказались самым тяжким мучением для Иова. Известно, что недруг не сможет тебя убить словом. Он не знает, куда бить». Понимаете? «Именно друг может ударить тебя сильнее всего». Кадет цитаты. Да, действительно, наши недруги, они не настолько с нами знакомы, чтобы знать, какой удар будет сам болезненный. А вот друзья это как раз и знают. В книге пророка Михея, 7 глава, с 5 по 7 стих, мы находим такие слова. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, отлежащий на лоне твоём, стереги двери уст твоих». Лежащая на лоне – это жена. «Ибо сын позорит отца, дочь восстаёт против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Это отрывок из книги пророка Михея. Далее идёт отрывок, второго по седьмой стих. Здесь Иов продолжает взывать к Богу и просит безотлагательно заступиться и оправдать его. «Ибо они, его друзья, причинили ему зло своим недоверием, а он сам не знает, как оправдаться перед ними». И мы читаем сначала второй стих. «Если бы не насмешки их, то и среди споров их око моё пребывало бы спокойно». То есть они не просто подозревают его в чём-то дурном, они посмеиваются над ним. И, конечно же, это очень тяжело. Далее Иов восклицает «Заступись, поручись сам за меня пред собою». То есть Бог может заступиться и поручиться за нас пред собою. А перед кем ещё? Иначе кто поручится за меня? «Заступись, поручись сам за меня пред собою». Иначе кто поручится за меня? Если прежде Иов призывал друзей быть ему свидетелями перед Богом, то теперь его приоритеты сместились. Он просит Бога. Потому что в словах людей он не нашёл ни поддержки, ни сочувствия. только подозрительность, какие-то фейки, такие ни на чём не основанные подозрения. И это печально. Особенно печально. Самые тяжёлые конфликты происходят между людьми, которые близки друг к другу по крови и даже по вере. это трудно объяснить. Но в криминалистике есть такое понятие, что если, например, убийство совершено с какой-то неоправданной жестокостью, ну, например, там нанесено 20 ударов и так далее, начинают подозревать родных и близких. Это трудно объяснимый психологический момент, но он присутствует. Поэтому больше всего надо бояться конфликта между такими же, как и мы. Вот если кто-то из них нанесёт удар, он знает, куда его нанести. Четвёртый стих. Иов кричит, «Ибо ты закрыл сердце их от разумения и потому не дашь восторжествовать им». То есть здесь Иов как бы говорит «Ты сам закрыл их сердца, они же меня не слышат, ибо ты, то есть Бог, закрыл сердце их от разумения и потому не дашь восторжествовать им». Восторжествовать им имеется в виду над собственными ложными представлениями. Сердце их от разумения имеются в виду мысли друзей Иова. Как будто кто-то заблокировал их, и это мышление действует только в определённом направлении. И никак иначе. Далее с 5 по 7 стих. «Кто обрекает друзей своих в добычу, то есть тот, кто желает зла своим друзьям, своим близким по крови, по вере, согражданам, кто обрекает друзей своих в добычу, у того, что произойдёт, у детей того глаза истают, у детей того глаза истают». Что это значит? Это как бы виноградина раздавленная, сморщенная. То есть если в этом поколении мы допускаем такое поведение друг к другу, то наши дети и внуки наследуют эти конфликты, и их глаза будут истаивать, им невозможно будет смотреть на происходящее от боли. «Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него». Все смеются, а что же это за праведный, если Бог так его наказал, значит, он скрытый грешник. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. «Помутилось от горести око мое и все члены мои как тень». Когда человек чувствует богооставленность, все лишено смысла, нету смысла существовать, и только смерть может прекратить все эти ужасы. Далее 8 и 9 стих Иов высказывает надежду, что хотя его страдающее положение и вызывает изумление у благочестивых людей, но оно не будет для них камнем преткновения. Все-таки они должны рано или поздно разобраться. 8 стих «Изумятся осем праведные и невинный вознегодует на лицемера». Здесь Иов высказывает надежду, что праведные, которые не участвуют в обмене фейками, они изумятся, как люди могут себе такое позволять. И невинный праведник, то есть который не прибегает к таким действиям, вознегодует на лицемера, на того, который распространяет все эти анекдоты, слухи, фейки. 9 стих «Но праведник будет крепко держаться пути своего и чистой руками будет больше и больше утверждаться». То есть задача праведника, то есть верующего человека во времена конфликтов, потрясений, эпидемий, моров, голода, природных катаклизмов крепко держаться пути своего. Обычно человек крепко держится за что-то, когда он чувствует, что земля зашаталась, и он может упасть. И за что же нам держаться? Известно, что когда умирал известный британский писатель Вальтер Скотт, он, кстати, был неверующий, атеист, его друг пастор, который стоял рядом с его кроватью, он ему говорил «Держись! Держись!» И Вальтер Скотт отвечал «Если бы я знал за что держаться». Мы, христиане, знаем, за что держаться. Есть камень, с которого мы не должны сходить. Поэтому вот эти слова «Но праведник будет крепко держаться пути своего». Христос есть путь истина и жизнь. И чистые руками будет больше и больше утверждаться на тех стезях, на которых одних только и можно обрести смысл жизни. Религия сообщает смысл всему. И болезни, и страданию, и боли, и даже смерти. Все наполняет смыслом. И, как я часто говорю, там, где неверующие видят небытие и мрак, мы видим Христа и свет. Далее, с 10 по 16 стих, Иов сомневается в тщетных надеждах, которыми они подчуют его, то есть его друзья, заверяя в том, что он еще увидит счастливые дни и показывает, что дни его подходят к концу, и скоро его тело вместе с надеждами будет похоронено в прахе. Обманывать больных людей, это просто принято. Когда человеку, например, говорят умирающему человеку, врач сказал, все нормально, ты пойдешь на поправку, умирающие думают, это как смертный приговор, такие слова. А люди, которые допускают такой обман, они думают, что это последняя возможность проявить милосердие к умирающему. Но не всегда такое поведение, оно оправдано. И мы читаем с 10 стиха и ниже. Вы слушайте, все вы, и подойдите, не найду я мудрого между вами. Сначала он говорит, выслужите, то есть перестаньте перебивать меня, перестаньте приводить свои ложные аргументы, все вы. Он обобщает, может быть, имея в виду не только своих друзей. И подойдите, что значит подойдите, вникните, попытайтесь понять меня. Не найду я мудрого между вами. То есть я как бы и хочу найти, но я не нахожу его. Дни мои прошли, то есть не утешайте меня, не говорите, что все будет хорошо. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты, то есть не нахожу никаких логических умозаключений, что ситуация может измениться в лучшую сторону, а они, то есть вот эти думы, это состояние сердца, мысли, они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. То есть да, мысли такие и есть, когда ты во мраке, ночи, а может быть не так все плохо, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы, то есть я уже в могиле, я уже во тьме, а вы говорите о какой-то надежде. Сафар обещал Иову, что Господь сделает его жизнь яснее полдня, вот так они его утешали, если он отвратится от зла. Но Иов не знает, от какого зла он должен отвратиться. Здесь же Иов как бы пародирует слова своих друзей и слова Сафара и Лефаза. Далее 13-14. Если бы я и ожидать стал, то преисподнее дом мой, то есть если бы я даже стал бы ожидать, а когда это прекратится? Когда прекратится эпидемия, когда прекратится голод, когда прекратятся обстрелы, когда прекратятся клеветы, обвинения, доносы, то преисподний дом мой, он чувствует себя уже умершим, не просто умирающим, а умершим. Во тьме постелю я постель мою, гробу скажу ты, отец мой, червью, имеется ввиду червь, который поедает мертвую плоть, ты мать моя и сестра моя. Это очень, конечно, печальные слова, и в толковой православной Библии вот эти слова из 17-14, гробу скажу, ты отец мой, червью, ты мать моя и сестра моя, предлагается такое объяснение. «Если я и ожидаю, то только того, чтобы иметь преисподнюю своим жилищем, шеол, то есть могила, вот та будущность, на которую может рассчитывать Иов, могила и наполняющая ее черви, вот с кем в скором времени будет находиться в ближайшем общении Иов. Гробу скажу, ты отец мой, червью, ты мать моя и сестра моя». Конец цитаты. 15-16 стих. «Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною кто увидит? В преисподню сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». То есть надежда на земле она не обретается. Не обретается. В том смысле надежды они не оправданные бывают, как правило. «Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною кто увидит? В преисподню сойдет она, то есть моя надежда и будет покоиться со мною в прахе. Надежды на жизнь, надежды на радость, они покидают Иова. И он думает, что это уже не предвидится, это не для него. Она также исчезает, вот эта надежда, в преисподнюю сойдет, как и сам Иов, вместо обещанного друзьями покоя на земле, Иову предстоит покой в могиле, шоу, могила ожидает его, вместо и будет покоиться со мною в опрахе, но то, как синодальный перевод, то есть надежда будет покоиться в опрахе, буквально с еврейского можно перевести там, по крайней мере, в опрахе я найду покой. То есть надежда в смерть, во гробе, в тлении, в некотором смысле да, прекращаются муки, прекращается боль, прекращаются обвинения, клеветы. Итак, сегодня на библейском портале Экзегет мы сделали обзор 17-й главы книги Иова, в ней всего 16 стихов. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор 18-й главы книги Иова. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это сложное время. Экзегет, вовремя, 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 иде всегда hern, вовремя, Продолжение следует...